Пожалуйста, вопросы. О том, как исполнять все данные поручения. Что Вы сделали для того, чтобы эти поручения начали исполняться? Я говорю о городке медицинском, о котором говорили, о плавательном бассейне, школе-минверсине. Хотелось бы сейчас что-то улучшить. Я понял вас. Значит, по медицинскому городке на сегодняшний день, насколько я знаю, первое, с чего, кстати, я начал свою работу, это с уточнением того перечня поручения губернатора, который был дан, придурал поездки в город Назарово. На сегодняшний день, насколько мне известно, я не берусь утверждать достоверность этого документа, первоисточника я не видел, что перечни поручения, эти объекты значатся. В бюджете текущего года я этих объектов не вижу. У нас информации о том, что они будут реализовываться, нет. Насколько я знаю, по бассейну 7-й школы, я разговаривал с министром образования Красноярского края лично, она мне сказала, что этот перечень объектов включен для реализации за счет внебюджетных средств наших предприятий-партнеров. По поводу второй школы, тоже это поручение данного губернатора, в соответствии, на 18-й год. У меня есть письмо министра образования, которое нам обещано реализации этого проекта в этом году. Но на системе я знаю, что на сегодняшний день внесены изменения, предложение, вернее, внесены изменения в бюджет Красноярского края, внесены изменения в бюджет Красноярского края, где указанного объекта на сегодняшний день не будет. Почему? Потому что, видимо, у нас сложное финансовое положение в бюджетском крае. Эта реализация этого проекта переносится. Между тем, есть еще один проект, я хочу тоже сказать. Мы просили увеличение сигналаний на ремонт уличной дорожной сети, дорожного покрытия. В этой части налогичено было 35 миллионов рублей, до сегодняшний день я знаю, что нам выделяют 45 миллионов рублей. И работа в этом направлении у нас уже проводится. Спасибо. Еще один вопрос. Мы маленькая репута Сергея Ивановича. Вы сказали о том, что вы не знаете, если не только это поручение, а вообще-то изводите поручение. Я делаю в том, чтобы вы выстроили работу со своими подчиненными, потому что Светлана Валентиновна Ищенко буквально неделю назад здесь присутствующая депутатом говорила о том, что поручение, которое касается, в частности, медицинских учреждений, временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края, господина Мусова, снято из поручения, и это поручение дальше исполняться не будет. Хотелось бы еще ряд вопросов. Ну, это даже, наверное, не вопрос, а просьба. Моя просьба к адресу городского средства по своему избирательному округу. Я не раз к вам прощалась и просила разобраться в том или ином вопросе. Это связано было и с мусорными, и с контейнерными площадками. Спасибо, что вы сразу оперативно выпали туда. К огромному сожалению, вопрос до сегодняшнего дня так и не решен. Вам, когда вы здесь стояли, когда выбирали вас главу города Назарова, говорили о том, что нужно прислушиваться к общественности в части остановки Карла Маркеса 48, да, и я к вам потом подходила и писала вам прощения. Вероний Петрович, Жута, задавал вам вопрос, вы говорили о том, что как решит общественность, так и будет, к огромному сожалению. На мое прощение я получила отписку от господина Шахматова, которая сказала о том, что администрация города никак контролирует вопрос, связанный с перевозками, не будет и не должна. Хотелось бы, чтобы все-таки то, о чем говорит общественность, все-таки слышали, потому что проходили публичное слушание. Зачем тогда проводили публичное слушание? Я совершенно согласен с вами о том, что мне общественности должно учитываться, и к этому вопросу мы еще вернемся. Просто я хочу сказать, что часть жителей, вот буквально вчера я получил письмо, оно у меня есть, оно у АЗ, они наоборот настаивают на том, чтобы этот основной пункт работал. И этот вопрос не одного дня. Вот Николай Леонидович Сергеевнин подскажет, что этот вопрос рассматривался на комиссии еще 20 декабря, вот прошлого года он присутствовал на седании комиссии. Вопрос не так быстро решается, как очень не хотелось. Я знаю, что не так быстро решается, поэтому мы проходили публичное слушание. Но я понимаю, что публичное слушание – это важный аспект жизнедеятельности города Назарова. Но есть еще отношение с нашими партнерами, которые считают перепуском. Это большой процесс, который мы будем пытаться регулировать. Эта тема не закрыта, я ее помню, и мы этот вопрос будем решать. Если вам это будет интересно, при вашем учреждении. Это второе. И к первому вопросу. Я на уровне слухов, о чем Игорь Ищенко говорил, я тоже слышал, что поручения сняты с контроля. Но я документы не видел, поэтому я и говорю, перечень поручения я видел, но не жутко у меня на столе. Документы о том, что все поручения сняты с контроля, я не видел. Я искал в бюджете эти стройки, чтобы посмотреть отследить. Я их там тоже не видел. Поэтому у меня этот вопрос тоже пока вызывает больше вопросов, ниже, чем ответ. Сергей Маджи, при главе города никогда не составит труда узнать историю получения сняты с администрации. Крайцы, тогда надо доехать и все выяснять. И просто последняя просьба ко мне хотели жители дома Армуза 86-1. К огромному сожалению, проблема не решается, связанная с трещиной. Поэтому они приглашают вас в субботу, к себе на встречу. Хотелось бы, чтобы вы нашли время. И после свои просьбые сообщили, через меня, и мне и написали. Я уже запрос делала на именно Барамбуру депутатский по поводу общежития 86-1. Поэтому мы договариваемся уже с инищем компаниowany, которая обслуживает этот дом. Договоримся со старшим по дому, что мы такую встречу назначим. Я – рада, что вы договаривались, я с жителями встречалась. вчера и проблему это обозначил хорошо, я вас слышу, встреча будет на этой неделе коллеги, еще вопросы?